ребятки всем привет я на кухне сегодня даже не дачный блог понимаешь вам дача тот пишет дача надоела потом пишет блин дома ты надоела я ж не у вас дома слава богу я не у вас дома это был бы кошмар так готовлю сегодня кушать ребята у меня сегодня скумбрия вкусная рыбка довольно таки большая разморозилась она сейчас я ее сполосну даже хвостик немножко подсох конечно магазинах скумбрия оставляет желать лучшего потому что начинаешь ее разделывать пытаешься как-то красиво и качественно она расползается то есть не всегда она видно много раз уже была заморожена мясо мягкое ну короче такое холодной водой промою поехать помятая и буду ее разделывать я ее буду запекать вкусно вкусно запекать так можно даже взять другую дощечку так мне нужен очень острый нож поэтому я его подтачиваю ложечек классовка девочка все да мяу конечно я знаю запах рыбы тебя сводит с ума так меня тоже понимаешь меня тоже если у вас на дачу с тобой не брала если на даче бог было буквально ребята 10 минут не задерживалась я вчера так устала у меня болит все почему-то какая-то крепатура хотя я работаю на даче после зимы уже не первый день да и сею и все на свете обучение то крепатура болит все это просто кошмар я сегодня решила сделать выходной хотя погода просто шикарнейшая сегодня даже я видела людей шорта представляете так что я делаю я отрезаю голову это во первых вместе с плавничками отрезать или просто или просто вот так вот давайте просто вот так вот голову отсекли так сюда же в этот пакет на сейчас достану все тачи достану нет и не достану внутренности подождите юля не тормози я же делаю совершенно все по-другому лишнее я же по-другому я буду делать красоту я уже на канале есть рецепт получается очень вкусно очень-очень так я отрезаю хвост и вот здесь вот по хребту делаю разрез таким вот образом так прямо до косточки таким вот образом так сейчас неудобно главное острый нож но блин вот прям мясо я вижу как она расползается сколько жрать сколько она пролежала заморозки я не знаю ребята это просто ужас какой-то мяско такое на расползается немножко стараюсь аккуратно видео так вот я разрезала теперь еще один дел у нас надрез для того чтобы нам удалить хребет вам не спешить и у вас все получится так же как и у меня то есть мясо у рыбы должно быть упругое хорошее а здесь ласа нет а здесь квашня понимаете но если не спешить то все будет порядке о и получился вот такой вот хребет так теперь я аккуратненько достаю внутренности рыба-то у меня довольно таки крупная убираю черную пленочку я прям мыть ее под струей воды ребята не буду потому что она совсем расползется я возьму просто бумажное полотенце и ее промокну вот и все а у меня что закончились нет есть класса не смей зрители все видят не стоит нельзя класса класса все ушла вот так вот возьму ой она расползается буквально вот так вот я промакиваю вытру дощечку все готово и теперь я делаю вот так вот смотрите переворачиваю можно было плавнички эти все конечно убрать срезать ну господи можно вам взять аккуратно просто она такая нежная это рыба шок нужно вот так вот просто их оп и срезать оп вот так для полного счастья и теперь пост меня камера снимает и теперь острым ножом я просто делаю вот так вот не дорезаю до конца делаю вот такие вот разрезы вы наверно видели на канале у меня уже рецепт ребята вот я так решила ну я готовлю просто и хорошо вам снимать показываю потому что чем я занимаюсь стараюсь одинаковые кусочки вот так вот разрезать такую рыбу кстати очень классно подавать даже на праздничный стол или там вы ждете гостей потому что она в подаче красиво выглядит вот все у меня в принципе реберные кости там остались все здесь нормально то есть на столе она красиво ее удобно раз порционно кусочек себе оно потом отламывает хоть мы не дорезаем но оно потом когда готово легко вилочкой раз и отламывается а дальше можно хвостики ну уже надрезала можно отрезать так все пусть она лежит это еще не все дальше я ребята делаю обязательно я чищу много-много лука потому что я готовлю все это на луковой подушке во-первых рыба не прижаривается к пропенечку или на чем вы там готовите ой вот мой лук кстати который ребята с дачи который проросший вот я его и буду какая-то кака тут я его и буду расходовать возьму мисочку вот так возьму тарелочку и чищу много-много лука мне кто-то написал комментарий Юля вот этот лук прям просто посади его на зелень на зелень у меня есть посажено а здесь конкретно хороший лук его можно кушать ребята на зелень у меня там есть уже посажено и там и сям короче я вспомнила что я вчера забыла петрушку еще посеять я уже сеяла шла хотела еще посеять и что-то меня взбило с толку и этот самый эта задача мою мозгу стерлась я не посеяла вчера петрушку ну ничего страшного а завтра еще теплее день я хотела завтра планирую думаю у меня сегодня крепатура это уйдет пройдет более-менее выгидреный какой оооо подцешусь плохой вот и я планировала прям с самого утра уйти на деревню ну блин не получается мне завтра в банк надо вот и прямо с самого утра не получается очень обидно а завтра еще теплее еще жарче день ой какой лук ребята класс классный вот а я еще приготовила картофельное пюре а у меня уже сварено уже в холодильнике я с утреца приготовила вот гороховый суп почти это можно будет съесть гороховый суп почти доели поэтому в принципе можно и на завтрак какой-то еще что-то жиденькое сварить больше не сварю потому что нет капусты но если я вечером соберусь схожу хотя уже вечер ой ребята плачут 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 глаза мои что еще капусту купить майонез можно но я так майонез то не ем а иногда он пригождается так что пачка в холодильнике же слушайте уже наверное хватит да не ну я ищу потому что лук под рыбкой это вот эта подушка луковая она получается очень вкусная рыба отдает луку свой сок но это на любителя да есть люди которые ненавидят просто там вареный или жареный или тушеный лук вот есть что им противно не любят а я люблю и этот лук получается очень вкусный он пропитывается вот это соками рыбы и получается обалденно ой вот это да короче нехило долбанула прямо по мозгам ничего зато это все бактерии поулетучивается у меня не буду я здоровая здоровая очень сильно здоровая сейчас я его нарежу я никакие особо специи в него не добавляю сейчас покажу я просто добавляю ребята лук и немного черного перца все этого достаточно там ничего больше не надо так где мой острый нож вот и режу вот так вот полукольцами и ребята не мелкие я не знаю насколько вам там видно то есть не мелкие прям вот так вот пол сантиметра вкусненько вот так вот и рыбка получается внизу она не прижаривается к противню и получается сочная и классная вот сюда сюда я могу скидывать вот так вот у меня лука много поэтому я не мелочусь ну не экономлю он все равно Но вот эту корзинку мне надо как можно быстрее израсходовать. Сейчас что-то меня Лена зовет. И что, она говорит, не зовет. Я вижу, что она тут проходит. Думала, что я ей нужна. А я, кажется, не нужна. Я раньше вообще, не знаю, много лет назад скумбрию, ребята, кушала только в соленом и в копченом виде. Я представить не могла, что эту рыбу можно там запекать и так далее. Но это настолько вкусно. Особенно на костре вкусная скумбрия. Все обалденные. Кстати, Лена, надо будет что-то нам организовать. На костре скумбрию, кстати. Почему бы нет. Правда, вот единственное, что цена у нее кусается. Одна рыба получается на 100 гривен. А что, честно, я ее могу съесть и сама съесть. Вот. Но у меня, в принципе, на семью из трех человек хватает так же полакомиться одной из скумбрии. Две никогда не готовлю. Дорого. Не, ну а что обжираться? Так, смотрите, сколько у меня много лука. Это уже не подушка луковая получилась. Ребята, это кто? Давайте придумаем. Не, ну вот эту я, наверное, ужас... Ай! Гуляй, так гуляй! Режу все. Это уже что? Это луковое одеяло. Покрывало. Ну, никак не подушка. Так. И все. Беру сюда соль просто по вкусу. Вот так вот. Раз щепотка. И два щепотка. И черный перец. Ага, а где он? Класса. Вот. Черный перец. И еще чуть-чуть, ребята, растительного масла. Прямо в лучок. Вот, столовую ложку. Есть. И все это дело перемешиваем. И пусть он постоит, пока я буду готовить соус для рыбы. Для скумбрии. Для этого мне понадобится ваше внимание. Сейчас, ребята. Мне понадобится соевый соус. Ой. Ну, что вы тут стоите-то? Скажи, Юля, ты нас сама сюда поставила. Не выделывается. Так, я беру какую-то тарелочку подходящую. Беру соевый. Возьмем новую ложку. Беру ложку, которая мне понравится. Мне понравится вот это. Беру соевый соус. Все. Одну ложку. Дальше. Беру, красную молотную паприку. Чайную ложку. Прямо вот чайную. Вот так вот. Оп. Есть. Убираем. Далее. Далее. Беру. Специя для рыбы. Сейчас я ее найду. Не могу найти, ребятка. Вот она, да? Нет, травы. Вот она. Специя для рыбы. Добавляем. Добавляем. Вот. Половиночку чайной ложки. Оп. Есть. Дальше. Обязательно. В этой рыбе, скумбрия, очень она любит кориандр. Вот прямо пищит. Так любит. Я беру пол чайной ложки. У меня молотый кориандр. Он очень ароматный, ребята. И к рыбе он очень подходит. Молотый кориандр. Вот. Ну и в принципе, как бы... А, и еще сюда я добавляю растительное масло. Ну, хотя вы скажете, Юля, рыба, скумбрия и так... Не полную столовую ложку. Рыба, скумбрия и так ну, жирновато. Ну, нет. Здесь оно все нормально получается. Вот. Все перемешиваю. Вы знаете, вообще обычно я добавляю соль. Но так как в прошлый раз я, например, не добавляла, по-моему, рыбную специю, можно взять так вот пальчиком, ну... И попробовать. Маловато соли. Поэтому я спокойно пол чайной ложечки, ну, может, треть чайной ложки я добавляю соль. Вот так. Перемешиваю все хорошенечко. Чтобы все хорошо растворилось. Чтобы она все перемешалась. И теперь, ребята, беру протвенечек. Протвенечек. Так, что тут у меня? Чистенький? Чистенький. Лучше, наверное, его сполоснуть. Чистенький, но сполоснуть нужно. Так. И беру. Здесь можно, если у вас протвень, без антипригарного покрытия, ну, вообще, там, старый-старый, например. Ну, стелите, например, фольгу, либо лист пергамента. Без проблем. Так, сейчас я протру, чтобы он не был. Я ничего не использую. У меня хорошее антипригарное покрытие. Что вам там видно? Давайте. Хотите я? Хотите, вот так вот я вам сделаю. Чтобы были непосредственно вот здесь. Вот так вот. Я даже вам поярче открыла глаза. Так. И сюда. Видите, дощечка мешает? Я могу вас подвинуть ближе. Выкладываем. Вот это одеяло. Чей подушка. Ого! Ребята! Походу, я переусердствовала. Лена, подушка дужевылыка под скумбрию. Ой. В прошлый раз. Ну, он вкусный, да? Даже ты ела лучок. Да. 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 Вот. Ну, вообще, просится сюда, если честно, уже и картошки бабахнуть. Но я этого делать не буду, потому что, ну, у меня картошфильная. Картошфильная. Лена, это уже какой-то немецкий. Картошфильная. Тюре. В холодильнике готово. Все. До кучки собираем одеяло. Вот так. Все. Смотрим по размеру рыбки, да? Чтобы у нас было. И теперь берем рыбу. Аккуратно, потому что она расползается. Малеха. Сейчас я ее подниму. И вот так вот, прям как она лежит, ее надо перенести. Аккуратненько, вот так вот. Мы ее кладем на это одеяло. На матрасик. Это матрас. Лена, я придумала. Вот тут надо подложить еще. Матрас. Видите, упал передок у рыбки. Передок упал. Поэтому мы сюда, вот так вот луком мы подложим, чтобы она ровно лежала. Матрас неравномерный. Короче. Пружины повылетали. С матраса. Вот так. О. Все. До кучки собираем. И теперь, что я делаю, ребят? Это ж не все. Сейчас я уберу. Смотрите, что я делаю. Я беру и вот так вот. Рыбку заворачиваю. Вот эти плавники надо было удалить, иначе оно, конечно, не хотит заворачиваться. О! Видите? Вот так. И у нас скумбрия раскрывается во всей красе. Она и так красавица. Ну, а тут просто красавица писаная. Как там? Не в сказке сказать, да? Не пером описать. Это он другое получает. Да? Так, вот эти уже не хотят заворачиваться. Я их не буду насиловать. Тут вот так пойдет. Все. Смотрите. Вот рыба. Видите? Она вот прям... Вам, может, камера не передает? Она прям расползается. Я боюсь даже нажать на нее. Понимаете? Так. До кучки собираем вот эту вот вкусняшку. И теперь берем наш соус. Можно просто ложечкой поливать. Но меня этот процесс вдохновляет, поэтому я делаю по-другому. Вдохновляем? Да. Он очень душевный. Как сказала бы бабушка. Ты моя душевная. Ты моя душевная. Так, сейчас, ребята. Я же хочу уже включить духовку. А... Лена, а ты куда собираешься? Ты уходишь? Не сказала гуляйте. Да? Ты меня бросаешь? Ты сама не бросала меня. Надо же духовку включить. А чтобы духовку включить, нужно, ребята, убрать... Нужно, чтобы не набрать, да? Да, все лишнее убрать. Ничего тут не загорелось. Опа. Вот это убираем. Так, а что нужно у меня? Есть. Все, пусть дверится. И теперь я беру кисточку. Давайте, возвращайтесь уже на место сюда. О! Вот так. И мы берем, как настоящие маляры, и рыбку просто окрашиваем. Вот так вот. Окрашиваем. Видите, какая красота получается? То есть, сам процесс доставляет удовольствие. Лена, хочешь покрасить? Что? Хочешь покрасить рыбку? Что я делаю? Покрасить рыбку. На. Покрасить рыбку. Вот так. На. Макай. О-о-о-о! Макай, только ближе, чтобы не разбалтать. Аккуратно. Вот так. Ты же у нас этот савлакокрасочник великий. Маляр штукатурный. Да. Видишь, какая красота. Но побольше. Да, побольше. Вот так. Оно что лишнее, оно все равно стечет на лучок, и будет вкусно. Вот так. Понравилось? Это тебе не на бумаге наливать. А на рыбе. А на рыбе, да. Классно? Ну все, давай, я закончу. Давай. Разрисуй. Вот так вот, смотрите. Оп-оп-оп, по-богатому. Оно все лишнее у нас стечет. Получается обалденно. Готовится эта рыба очень быстро. Буквально минут 25 где-то. При 180 градусах, ребята. Ничем я не накрываю, никакой не фольгой, ничего. Вот так вот и ставлю в духовку. Ну, в духовку. Ну и, конечно, я вам покажу, что в итоге получилось. О, вот так вот поближе кадра я вам показываю. Видите, какая рыбочка. Рыбочка красивая. Ну, я подожду немножко, она разогреется, духовка. И духовку. Потом покажу вам, что у меня вышло. Ребята, подстава. У меня духовка сдохла. А та у меня уже на даче. Я их поменяла местами. Сдохла опять. Короче, все. Это я который раз уже делала. Правильно мне кто-то написал. Юлька, да спаяй ты напрямую. И все. Че? У меня рыба-то, противень даже не успел еле. Ну вот, еле нагрелся. И она сдохла, блин. Представляете? Я в шоке. Мне теперь все раскрою. Ну, а что делать? Сейчас надо делать. Как я ее приготовлю, эту рыбу? Все. Я раскручиваю духовку напрямую. Нафиг все спаиваю. И все. Капец. Мне надо ужин приготовить. Я так расстроена. Альма, не мешай мне. Значит, это кошмар какой-то, ребята. Снизу уже раскрутила. Сейчас быстренько достаю эти болтики. Она еще теплая. Она, короче, я ее включила. Вот это поставила в духовку. Она проработала 5 минут, даже не успевши разогреться. И все. Я подхожу глянуть в нее, а она вырублена. И от тыквы нифига не работает. И всегда почему отпаивается в одном месте? Я уже там так напаяла, такую гулю. Как она меня достала. Это какой-то кошмар. Что происходит? Все, убираю нафиг ту кнопку. Как мне ни один зритель написал, все правильно. Я каждый раз думаю, ну еще раз попробую, еще раз попробую. Нифига. Напрямую надо. Ну там такой жесткий этот провод. Его только надо паять как-то. Не понимаю, что с ней происходит. Что за неудачная такая покупка. Так, все. Снимается. Каждый раз ее мучаю, чтобы снять, если честно. Она как-то вот надевается. И каждый раз я не пойму, у меня случайно получается ее снять. Ну, видишь, все открутила. О! Одна снялась. Давай, и вторую тоже. Все. А передо мной высовывается. О! Ну да. Отпаялся. А где он делся? Вот он лежит. Тут уже столько напаяно. Почему он? Я не понимаю. Зараза. Убираю нафиг эту кнопку. Опа. Не буду его обрывать. Я его паяльником сниму. Так, эти болтики. Один я верну, потому что он верхнюю кнопку держит. Будет тут вместо кнопки дырка. Эта кнопка неисправна. И мне кажется, она разогревает этот провод. И получается такая беда. Все. Включаю паяльник. И вперед. Так, ребята, сделала. Но я ее оставляю пока включенной. Пусть постоит хотя бы минуту. Блин. Или просто не закрываю. А как не закрываю? Завинтить, не завинтить. Мне интересно, не будет ли оно там плавиться. Короче. Потому что я изолентой там закрутила. Переживаю. Ну что, ребята. Все. Включила. Вроде работает. Сейчас разогревается. И ставлю рыбу. А то она уже подсохла. Блин. Капец какой-то. Ну что, ребятки. Рыба у меня почти готова. Сейчас скоро буду доставать. Буквально еще сейчас 5 минут. А тем временем я на плиту поставила кастрюлю с водой. Достала из морозилки куриное филе. Оно, видите, такое замороженное. Ну я в микроволновку чуть-чуть его так за это самое. И варю легкий. Там гороховый суп осталось, но одна тарелка. Не туда, не сюда. О, отключилась бы пока. Все. Пусть постоит, оно дойдет. Вот. Легкий супчик. Чтоб на завтра было что кушать. Нарезаю сразу куриное филе. Вот такими небольшими порционными кусочками. Буду его кидать обязательно в кипящую воду. Мне этот способ очень понравился. Бульон получается прозрачный. Нет никакой там пенки, которую надо собирать и так далее. Добавлю картошку, каких-то овощей. У меня там есть и горошек, и кукурузка, и шпинат. Короче, всяко-разно. Понакидаю, и будет вот такой вот супчик у меня. С куриным филе. Даже на мою небольшую кастрюлю, если честно, много мяса получается. Ну ладно. Пусть будет. Так уж и быть. Сейчас скоро Лена должна прийти. И как раз у меня, потому что она ушла дома. Как раз придет у меня уже все готово. С кубрием. Пюрешечка. Слушайте, действительно много, наверное, на кастрюлю будет куриного филе. А шо, может быть взять вот так вот? И вот это вот в пакетике на какой-то следующий супчик, а? Ребята, или ни туда, ни сюда. Может его помельче, чтобы побольше кусочков было? Не знаю. Давайте так сделаем. Чтобы на два раза растянуть. Че шиковать? Нифиг нафиг. Так, где еще че? Ну это совсем уже, конечно, мелкие. Ну ладно. Будет супчик вкусный. И быстро оно варится. Сейчас я буквально картошку начищу. Хватит. Все, а это на следующий супчик даю все. Пойдет. Нормально. Так, все, ребята, на суп. Я почти все приготовила. Я достаю рыбу. Ой, тут что-то потекло. Прижарилось. А что это? Не, ну сама рыба нормальная. Это маринад. Вот сюда вытекло, просто поджарилось. Ну, тот нижний лучок можно не кушать. Ну, вообще прикольно. Лена, будем с тобой вкусно кушать. Может быть, чуть-чуть передержала. Ну, кто такое. Так, все. Пусть стоит. Я сейчас быстренько супец приготовлю. Курица есть. Картошку начистила. Осталось лук-морковь. Наверное, зажарку делать не буду. Прям так. Лук-морковь кину в супчик. И горошек зеленый, и кукуруза все вместе. И будет такая сборный супчик. Я его сварила из того, что было. Короче, хочу я ее сразу, наверное, переложить. Ребята, а как мне это сделать? Может, двумя лопатами? Ой, я не могу ее поддеть, чтобы не поломать. Ломается. Она ломается, ребятам. Оп! Ну, красота же ведь. Ага, чуть-чуть там завернулось. Начало рыбки. Ну да ладно. Вот так вот. О! А вот это вот можно собрать. Это очень-очень вкуснячая штучка. Лучок. Не, ну не сильно прижарилась там, вон, чуть-чуть. А вот представьте, если бы без лука, она бы, возможно, и прилипла. К низу. Вот, а это вот так вот в сторону положу. Кто любит лучочек, у нас все любят, в принципе. Вот так вот. Вот. Так, вообще, надо продвинем сразу замочить. Горячий. Замочить, чтобы он отмок. И все. Я довольна. Все, ребята, и супчик у меня готов. Посмотрите, добавила шпинат, все на свете. И добавила чуть-чуть этих самых. А спагетти из твердых сортов пшеницы я их поломала помельче. И нормально. Посмотрите, какой красивый, довольно-таки яркий. Вот. И не особо мутный получился супчик. Видите, такой прозрачный очень. Ну, как я считаю. Все. Сейчас еще раз кипанет. Картошка уже готова. Все готово. Закипит. Горошек такой беловатый, потому что он в заморозке был. Вот он у меня после заморозки почему-то вот так вот. Но ничего. Зато теперь у меня есть этот вакууматор. Вот. И я буду замораживать горошек. И все на свете. И он уже не будет терять вид. Потому что будет храниться так, как нужно. Класс. Супчик вкусный.